Официальный старт новому научному году был даден на Брестчине еще на 5 дней 1 вероятеля. Первый звонок в 2014 прогучал для наученцев Брестского лицея номер один имя Пушкина. Зурочистой линейки репортаж Катярыны Страхи. Некоторые месяцы от починка с новыми силами, добрым настроем, снова за школьные парты. 11-классница Маргарита Сильвясюк на протягу некоторых годов носит гоноровое звание лицеист. Будучая выпускница, говорит, высокий статус научной установы обовязывает тримать марку. Это очень волнительно, 11-й класс. Все, конечно, волнуются перед этим событием, но я надеюсь, что у нас всю жизнь не слышится. Это будет последний замечательный год. У молодого специалиста Романа Бучкова это особливый день. У першиню и он тут не у якости лицеиста. Признается, эмоции переполняют. Большое волнение, потому что эти люди, мне кажется, 5 лет назад учили. И как-то немного волнительно, потому что должен оправдать их надежды, которые присутствовали. Буду работать в клубе дебатов. Буду учить детей спорить. Я считаю, что это качество спорить им очень поможет в дальнейшей жизни. А вот будущий лицеист Андрей Хмара мае намер протягнуть семейную династию. Его сестра Катярина была и ученицей лицея номер один имя Пушкина. Он видел, как я училась, завидовал, так сказать, стремился. В таком лицеистом духе его воспитывали. Видел вот этот пушкинский бал, все традиции. И поэтому сказать, это даже не мое желание, не желание моих родителей. Он захотел сам прийти. И мне так приятно, что он продолжает. Моя династия лицейская получается. Брестский лицея номер один имя Пушкина выкликает гонор не только у своих выпускников, ученых и наставников. Ее выходит в десятку лепших средних адукационных установ республики. Статистика говорит сама за себе. Каждый девятый лицейс на централизованном тестировании, что год берет планку от 90 до 100 баллов. А маль 100% выпускников этой научной установы все лето поступили в ВНУ. География широкая. От Бреста до Монреаля. С первого вересня у лицея разместится экспериментальная плясовка Министерства эдукации Беларуси по опробованию новых оригинальных навучальных планов для школы третьей приступки. Суть их заключается в том, чтобы некоторые непрофильные предметы закончить в 10 классе, чтобы освободить больше времени для более глубокого и качественного усвоения учебного материала нашим выпускникам. Это определит успешность их поступления, это определит качество их подготовки, но и качество будущих специалистов в нашей республике Беларусь. Зараз в городе над Бугом у лицейских и пролицейских классов научаются около 500 хлопцев и девчат. Треба означать, что кроме четырех традиционных профилей в рамках экспериментальной программы Министерства эдукации у лицея открытся три новые – экономичные, историко-правовые и химико-технологичные. Это очень интересные профили, потому что дают возможность более широкого спектра выбора вузов и будущих профессий. В общем, поле для творчества огромное и желание работать с настроением и с большим результатом.